Научно-практическая конференция с наукой в жизнь – традиционное мероприятие областного лицея. Уже не первый год весной свои доклады здесь представляют юные биологи, физики, филологи и приверженцы других учебных дисциплин. Организаторы отмечают, с каждым годом уровень работ растет, а количество участников увеличивается. Ежегодно, конечно, темы находят ребята все более и более интересные. Настолько увлекательные, что когда в прошлом году наши польские гости впервые посетили научно-практическую конференцию, они просто не могли определиться, в какую секцию лучше пойти. Потому что в самом деле наша молодежь выбирает очень интересную, актуальную тематику для своих исследовательских работ. Что примечательно, с годами форум стал международным. Но если в 2017 учащиеся и педагоги из Польши приехали в качестве гостей, то в году текущем уже как полноправные участники инициативы. В нашей школе учатся разные дети. Они тоже изучают белорусский и украинский языки. Кроме этого, еще английский и русский язык. И поэтому у нас тоже есть интерес, чтобы познать культуру и Белоруссии, и Украины. И несколько лет назад появилась идея, чтобы найти какую-то школу и сотрудничать с ней. И как на связь с лицеем вышли, это я уже не скажу. Мне при этом не было. Но мы поддерживаем эту связь. Мы сегодня приехали на конференцию. Будем представлять тему чтения и просмотра фильма, так как они влияют на нас и на нашу интуицию, как она нас улучшает. И эта тема нам показалась очень сильно интересной, потому что мы провели анкетирование среди разных групп подростковых, среди младшей школы, старшей школы, студентов и работающих людей. И очень мнения отличались друг от друга. И это показалось нам очень сильно интересным. Не отстают в своих научных поисках и белорусские умники и умницы. Всего на разных языках и на разнообразные темы прозвучало более 70 докладов в 9 секциях. По словам ребят, выступление на конференции – дело волнительное, но вместе с тем запоминающееся и полезное. Просто это интересно. Каждый раз рассказывать на публику то, что ты сделал, вложил всю себя туда. Это каждый раз новый опыт. Да и в принципе это очень-очень интересно. Мы представляем работу под названием «Путеводитель для Брестского областного лицея». Суть этой работы заключается в том, что в современном мире очень много карт существует, но они имеют неточности. И для нашего города Бреста важно, чтобы была карта с точными указаниями, с точной информацией, временем работы. Ну и вообще есть такие примеры. Мы узнали о них за время создания нашей научной работы. Что какие-то магазины уже просто закрыты, их просто не существует, так как информация устарела. «A semantic and cultural analysis of tea», то есть значение чая, с какими словосочетаниями оно употребляется, и культурный аспект, то есть употребление в литературе, вообще история чая, как он появился в Великобритании, какую роль сыграл, как отразился на людях. Эта работа может помочь в знаниях истории, улучшить ваше знание истории, и также будет полезно знать, о чем писали авторы 19 века. Большинство их книг было о чае. Подведение итогов и награждение лучших состоялось в день проведения конференции. Однако юные и пока еще потенциальные Дарвины, Ньютоны, Кюри и Ожеговы утверждают, сражаются не за награды. Поиск научной истины им приятен и дорог сам по себе. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.